Они устанавливают правила для туристов и помогают животным выживать в лесу. Речь идет о инспекторах, которые работают в заповедниках и национальных парках. Эти специалисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня Даниил Седов решил провести один день с людьми, которые стараются сохранить хрупкий баланс гармоничной жизни человека и природы. Смотрим. Рабочий день Татьяны Шумовой, старшего инспектора Прибайкальского национального парка, начинается в 9 утра и нет, не в лесу, а в кабинете на планерке. Это значит, что за сутки на территории Листвянского лесничества, площадь которого больше 33 тысяч гектаров, ничего не произошло. Уже 34 года женщина следит за порядком в заповедных местах. Помогают ей еще 4 инспектора, патрулируют территорию ежедневно. Работы всегда много, убрать мусор, обустроить места для отдыха туристов. Зимой инспекторы еще и работают на благо животных, которые обитают в заповеднике. Мы косим сено для диких животных. Мы вяжем венники для диких животных, строим кормушки, в которые выкладываем это все. То есть идет подкормка диких животных. Солонцы, у нас их 17, наверное. Ну вот, я думаю, что очень неплохая цифра для лесничества. И на этих солонцах, конечно, ходят звери, это радует. Доказательства тому многочисленные следы и видео. На некоторых кормовых местах инспекторы устанавливают фотоловушки. В их объективы попадаются представители местной фауны. Это помогает подсчитать популяцию животных. Так специалисты выяснили, что в Листвянском лесничестве сейчас обитает около 400 косуль и изюбрий. Это самое многочисленное представительство. А еще здесь обитают медведи, зайцы, волки и даже рыси. Всех, разумеется, встречают инспекторы. И иногда они обходятся без сюрпризов. Позапрошлым году мы видели кабанов. Что самое-то не характерно для нашей местности, так скажем. То есть откуда-то откочевали ребятишки и пришли. Их все-таки болотистые какие-то места больше привлекают. Привлекают пейзажи Листвянского лесничества. И людей в любое время года здесь хватает туристов. У них должно быть разрешение на посещение заповедных мест. Их наличие также проверяют Татьяна Шумова и ее коллеги. Контролируют они и то, где гуляют любители природы. Ведь находиться в лесу можно далеко не везде. И разрешение выдается не во все места, ребята. Выдается по определенному маршруту, по спортизированному маршруту. Там, где у нас концентрация зверя, туда мы не даем разрешение, конечно же. Чтобы и звери были целы, и люди довольны. Работники заповедных мест делают все для того, чтобы и дикий зверь, и человек чувствовали себя здесь максимально комфортно и безопасно. Именно благодаря таким людям вера в гармоничное существование всего живого на планете есть. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.